Я рада приветствовать всех, кто уже научился программировать игры в Scratch, в том числе с использованием наших уроков. И в этом отдельно выделенном уроке мы поговорим о том, что такое искусственный интеллект. Этот урок размещается у нас в разделе «Фишки и плюшки», в котором мы обсуждаем, изучаем различные программистские приемы, современные направления развития сферы программирования. И если ты уже выполнил, посмотрел урок номер 24, в котором мы создавали проект под названием «Робот-Поэт», ты уже знаешь, что такое искусственный интеллект. Во всяком случае, один из примеров систем с искусственным интеллектом, которые умеют сочинять стихи. Ну, а что же это такое, искусственный интеллект, мы сейчас как раз-таки немного подробнее разберемся. Я буду использовать те определения, которые доступны каждому в открытых источниках, в частности, в Википедии. И первое, что необходимо сделать, это сказать, что сам термин «искусственный интеллект» аббревиатура его записывается в две большие буквы «ИИ» по-русски. На самом деле это перевод англоязычного термина «artificial intelligence» и аббревиатура, соответственно, «AI». И очень часто сейчас говорят как раз-таки о бурно развивающемся направлении «AI». Итак, одно из определений гласит о том, что искусственный интеллект – это наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. Это определение из книги, одной из популярных книг по искусственному интеллекту «What is artificial intelligence» от Джона Маккарти. Год издания этой книги 2007-й, но есть и переиздание. Второе определение, которое я взяла из Википедии, но оно также взято из источника под названием «Толковый словарь по искусственному интеллекту» с несколькими соавторами. И там сказано, что искусственный интеллект – это свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. Или, иными словами, те функции, которые обычно способен выполнять только человек. Ну и сказано, что творческие, вот как раз наш робот-поэт именно такие творческие функции и выполняет. Но на самом деле определений искусственного интеллекта существует достаточно много. И единого ответа на вопрос, чем занимается искусственный интеллект, по сей день не существует. Это связано с тем, что у каждого автора, у каждого исследователя, разработчика есть свой взгляд на эту проблематику. И каждый отталкивается в своих публикациях, книгах по искусственному интеллекту от какого-либо своего частоопределения и рассматривает все остальные задачи в свете тех достижений науки искусственного интеллекта, которые ему интересны и известны. Ну и того уровня развития, которого искусственный интеллект достиг. Это также связано с тем, что сфера искусственного интеллекта не имеет четких границ. Достаточно сложно сказать, вот эта программа компьютерная обладает искусственным интеллектом, а вот эта не обладает. Точно так же, как достаточно непросто ответить на вопрос, какой уровень интеллекта у одного человека, либо другого. Хотя есть разные тесты, с помощью которых мы пытаемся это понятие измерить, как величину. Если говорить о русскоязычном термине, то следует также отметить, что искусственный интеллект – это не совсем удачный перевод с английского «artificial intelligence». И все потому, что в английском языке слово «intelligence» означает умение рассуждать разумно, а вовсе не интеллект, для которого есть английский аналог «интеллект». Мы перевели именно так «интеллект», поскольку по-русски слово «интеллект» – оно более многозначно. Поэтому системы искусственного интеллекта или интеллектуальные системы, или компьютерные программы с искусственным интеллектом – это такие программы, в которых моделируется некоторое разумное поведение. Что же это такое разумное поведение? Ну, давай рассмотрим несколько небольших примеров. Например, мы умеем ориентироваться в пространстве, то есть мы – это люди, различать предметы, находить путь. И наверняка уже на этой картинке ты без проблем можешь определить, где стоит стена, где окно, где дверной проем. Пусть даже нет дверей, но ты знаешь, что через эту часть помещения ты можешь перейти в другое помещение. А в окно вряд ли ты пойдешь, особенно если ты живешь на не первом этаже, скажем так. И уж, конечно, никто из разумных существ, которым, оказывается, даже можно отнести и животных, вряд ли, захочет пройти сквозь стену. Лично я не знакома с такими существами. Вроде бы это не такое уж интеллектуальное поведение, верно? Но оно разумное, потому что мы можем действительно отличать предметы друг от друга и находить путь, планировать свое поведение. Если мне необходимо перейти из одного помещения в другое, я ставлю себе такую задачу, ориентируясь в пространстве, поворачиваю в нужную сторону, делаю нужное количество шагов и так далее. Примерно так, как мы в наших проектах Scratch анимировали наших персонажей. И, например, с помощью команды, если на краю оттолкнуться, на краю сцены, в общем-то, эта команда в какой-то мере моделирует разумное поведение. Хотя, конечно, интеллектуально ее трудно назвать. Следующий пример. Мы умеем говорить и понимать друг друга, отличать кто, что и кому говорит. Например, на этой картинке мы видим, что сидят разные люди в кафе, две компании. И в одной компании три человека разговаривают друг с другом. Они друг друга могут идентифицировать, определить. И вряд ли они будут сильно отвлекаться на те реплики и слова, которые они услышат за соседним столиком в разговоре официанта и клиента. Да, конечно, наш слух устроен так, что мы это слышим, но наш разум абстрагируется от лишней информации. И мы концентрируемся именно на том, что нас в данный текущий момент интересует. Мы также можем давать оценки. Вот здесь наши приятные люди улыбаются, значит им приятно находиться в обществе друг друга. Это тоже, в общем-то, разумное поведение. Если бы здесь была какая-то опасная ситуация, то мы увидели бы совсем другую картину, правда? Еще вроде бы простой пример. Например, мы можем отличать не только объекты друг от друга, но и съедобное, несъедобное, испорченное от качественного и так далее и тому подобное. Ну, например, на этой картинке каждый без труда определит, какое яблоко можно съесть, а какое лучше сразу выбросить. Причем взять его аккуратно за хвостик, чтобы еще и не испачкаться. Если представить реализованную программу, которая будет отличать такие объекты, то окажется, что нам необходимо будет сформулировать для этой программы достаточно непростые правила и операции по определению таких объектов и их сортировке. Ну и, наконец, действительно разумное и интеллектуальное действие. Наша способность, мы умеем сами себе ставить и решать задачи, задавать вопросы, учиться и обучать других и многие какие-то другие, действительно интеллектуальные задачи мы можем решать. И вот это уже как раз-таки та сфера, которая наиболее интересна ученым в области искусственного интеллекта. Но все остальные примеры, которые я привела, наверняка многих, кто меня сейчас слушает, натолкнули на мысли о том, что вот есть, допустим, какие-то роботы, которые могут ориентироваться в пространстве и не бьются в стену, а проезжают через дверь. Есть еще какие-то системы, которые умеют сортировать какие-то предметы по каким-то признакам. Например, большие, маленькие. Ну, может быть, не так сложно, как определение сгнившего и созревшего яблока, но такие задачи тоже ставятся и разрабатываются сегодня. Как же все-таки создается искусственный интеллект? Что для этого необходимо? Оказывается, для этого человек должен сформулировать задачи искусственного интеллекта. И таких задач на самом деле множество, и они каждый раз уточняются. Человек при этом должен понять, как такую задачу он решает сам, то есть что он для этого делает, какие использует знания, какие вырабатывает решения, как он размышляет при этом. И после этого человек должен обучить решению этой задачи компьютер, внести в него соответствующие знания и написать необходимые программы. Либо использовать существующие программы, которые уже работают наподобие того, как работает наш мозг, например, умеет вычислять какие-то логические, выполнять операции. Какие же существуют задачи искусственного интеллекта? Или, иными словами, где используется искусственный интеллект? Я приведу некоторый список задач, которые, возможно, не самые удачные и не единственные на самом деле, потому что, опять же, разные разработчики акцентируют внимание на разных вопросах, по-разному формулируют, но суть остается одной. Как я уже сказала, область искусственного интеллекта достаточно обширна, и четких границ не существует, потому что может быть так, что какие-то задачи, которые раньше казались неразрешимыми, которые невозможно было реализовать на компьютере, сегодня элементарно реализуются и не представляют из этого никаких проблем. Итак, первый класс задач – это так называемые интеллектуальные информационные системы. Это сфера исследования и применения знаний экспертов для решения задач. Еще такие системы называются экспертными системами, их на самом деле сейчас очень много. К примеру, очень много есть экспертных систем, которые могут диагностировать какие-то заболевания, они используются в медицинских учреждениях или помогают людям подбирать лекарства. Есть системы, которые прогнозируют погоду, и на самом деле мы этими системами можем пользоваться даже через интернет. У каждой такой системы есть свои достоинства и недостатки, есть какие-то неточности, которые часто связаны именно с тем, что в интеллектуальных информационных системах самая большая проблема – это объем информации. Ну, собственно, и во всех других интеллектуальных системах другого типа необходимо, чтобы было много знаний, много информации, и тогда задача будет решаться точно и с минимальным количеством ошибок. Следующая задача – это естественный языковой интерфейс и машинный перевод. Надеюсь, что многие знают, что такое машинный перевод. Мы пользуемся даже онлайн-переводчиками, переводим слова с одного языка на другой, и не только слова, а целое предложение. И сейчас уже существуют даже такие устройства, которые можно ставить в ухо и слушать перевод в режиме реального времени, не находясь где-нибудь в другой стране, не зная языка. Естественный языковой интерфейс – это интерфейс какой-то программной системы, какого-то технического устройства, который реализован так, что эта программа взаимодействует с пользователем с помощью языка человеческого, или его еще называют естественным языком. Этот способ взаимодействия считается одним из самых удобных и понятных для человека. Не надо нажимать ни на какие кнопки. И еще лучше, когда в таком интерфейсе используются и решаются задачи синтеза и распознавания речи, когда мы можем не в текстовой форме передавать и получать информацию, а в речевой. То есть мы системе даем какую-то команду, что-то у нее спрашиваем, а она нам в таком же стиле тоже с помощью речи сообщает ответ. И, например, опять же в нашей программе «Робот-поэт» мы сначала синтезировали стихи, а потом наш робот их произносил. И можно было как прочитать текст стихотворения, так и его услышать. Следующий класс задач относится к обработке визуальной информации, распознаванию образов, машинному зрению. И сейчас действительно есть много разных программ, которые могут обрабатывать какие-то изображения, распознавать объекты на этих изображениях. Например, есть программы, которыми наверняка многие пользуются, которые могут распознавать шрифты. То есть мы можем просто дать текст, который представлен в виде картинки, и компьютерная программа распознает его и сделает текст в электронном виде. Системы машинного зрения еще более нужны и важны, опять же, в робототехнических системах, тех примерах, которые даже мы уже рассмотрели, допустим, для распознавания испорченных и неиспорченных каких-то продуктов, и много где еще. Например, есть системы, которые распознают номера автомобилей и помогают автоматизировать процесс оплаты за стоянку. Есть очень много разных таких задач. Есть также еще в обработке визуальной информации много интересных задач, посвященных синтезу изображений. То есть фактически компьютер может создать какое-то новое изображение, например, начертить чертеж по его описанию. Следующий класс задач наиболее сложный – это обучение и самообучение, но именно это направление сегодня развивается наиболее активно, и многие сейчас считают, что нейронные сети – это и есть искусственный интеллект. Хотя нейронные сети – это один из формализмов, одно из направлений искусственного интеллекта, с помощью которого решаются задачи так называемого глубинного обучения, или по-английски deep learning, очень часто именно этот термин используется, или data mining – обработка большого объема данных для того, чтобы потом принимать другие решения. Например, система может анализировать данные из социальных сетей и узнавать, например, какие продукты, товары, компьютерные игры больше нравятся пользователям, и на основе этого рекомендовать им что-либо купить, прочитать, узнать. Наконец, игры и машинное творчество – это та сфера, которая нам наиболее интересна. И действительно, в компьютерных играх очень много есть мест, где можно попробовать себя, где можно реализовать элементы искусственного интеллекта, и мы будем это делать и узнаем, как используется искусственный интеллект в играх, в том числе и в следующем моем видеоуроке. Машинное творчество – тоже интересная сфера, в какой-то мере это относится и к играм, и просто к каким-то занимательным таким задачам. Например, уже упомянутая программа «Робот-поэт», на самом деле это не совсем игра, это действительно пример решения задачи машинного творчества. И еще компьютеры умеют сочинять музыку, в принципе, могут рисовать картины и много чего еще, наверное. Просто надо думать, пробовать и реализовывать новые программы, которые будут интересны всем. В сфере искусственного интеллекта я оставила этот пункт. Очень важным является создание новых архитектур компьютеров. Как я уже сказала, основная проблема в сфере искусственного интеллекта – это объем данных. Чем их больше, тем больше необходимо выполнять вычислений. И есть специальные компьютеры, которые устроены не так, как наши ноутбуки или даже смартфоны, а несколько иначе есть нейрокомпьютеры, так называемые, и прочие какие-то интересные нейробионические системы, память в которых реализована по-другому, благодаря чему скорость вычислений вырастает значительным образом, и объем обрабатываемых данных становится очень большим. И в этом случае компьютер начинает превосходить человека, потому что человеку обработать такое количество данных, которое может это сделать компьютер, в общем-то практически невозможно. Ну и последний пример задачи искусственного интеллекта в нашем списке – это интеллектуальные роботы, автопилот и тому подобные. И сейчас уже в мире существуют, например, транспортные средства, которые работают на автопилоте, где нет даже места для водителя. Есть системы перевозки грузов, которые не требуют человеческого участия. В самолетах тоже есть автопилот, но там ответственность высока, поэтому есть и пилот самолета. И эта сфера сейчас тоже очень активно развивается, потому что какие-то сложные производства, на которых человек не должен быть роботом, а должен все-таки выполнять какие-то более творческие задачи, там человека может заменить как раз-таки интеллектуальный робот. И самое главное, что необходимо сказать, когда мы говорим об искусственном интеллекте, ни в коем случае не следует считать, что искусственный интеллект – это искусственный мозг. Это совсем не так. Хотя есть одно из направлений искусственного интеллекта, где разработчики, исследователи, ученые пытаются смоделировать человеческий мозг. Но, наверное, это не совсем реально. И практика показала, что проще найти какие-то программные решения, которые будут работать более эффективно, может быть не так, как это делает человек, но решать какие-то задачи и выдавать результаты, подобно тому, как это делает человек. И вот один из примеров, которые я очень люблю использовать, когда рассказываю об искусственном интеллекте, это пример проект «Наталь». Проект «Наталь» или по-английски «проект «Наталь». Ныне этот проект называется «Кинект». Это кодовое имя для игровой платформы с использованием Xbox 360 без контроллера. Он разработан фирмой Microsoft и позволяет пользователю взаимодействовать с игрой через устные команды, позы тела и показываемые объекты или рисунки. То есть человеку не надо нажимать ни на какие кнопки, он может общаться с игровыми персонажами. Впервые этот проект был продемонстрирован 1 июня 2009 года на выставке электронных развлечений E3 – Electronic Entertainment Expo. На этой выставке разработчики, издатели, производители программного и аппаратного обеспечения представляют компьютерные и видеоигры, игровые приставки, компьютерную электронику и аксессуары. И вот этот проект еще в далеком 2009 году меня очень заинтересовал, потому что в демонстрации, которую показала Microsoft, было видно, как даже в этом проекте уже реализованы многие задачи искусственного интеллекта. И под этим видео я размещу фрагмент этой демонстрации, где девушка Клэр разговаривает с персонажем игры и решает некоторые задачи. Предлагаю тебе посмотреть этот пример и вспомнить, какие задачи искусственного интеллекта мы рассматривали и какие из них реализованы в этой демонстрации. И до встречи в следующих уроках!